В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В начальной школе в поселке Петровское собрали помощь для отправки на Донбасс. Передайте, пожалуйста, письма и рисунки нашим защитникам. В муниципалитете стартовал месяц доброты и щедрости. Мне очень понравилась стрижка, мне очень понравилось, что именно Наталья ее делала. Выставка-ярмарка «Добрый свет» открылась в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Сегодня эта выставка посвящена добрым делам, которые можно увидеть на картинах, в работах. С торжества на линейке началось сегодня утро в школе, что в поселке Петровское. Передайте, пожалуйста, письма и рисунки нашим защитникам. Хотим пожелать им здоровья и чтобы все вернулись домой. Мы гордимся и верим в победу. Ученики, родители и преподаватели в течение всего одной недели собрали помощь для отправки на Донбасс. Миссию передать ее взял на себя Совет депутатов муниципалитета. Не было ни одной семьи в этой школе, которая бы не приняла участие. В этой школе 80 обучающихся и каждая семья приняла участие в сборе этого груза. Всего 23 коробки. Внутри продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, одежда. И, конечно, самая трогательная часть – детские письма и рисунки. Все они уже в самое ближайшее время будут переданы мирным жителям Донбасса, а также военным 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство Ленинский округ. Это будет очень хорошим таким подспорьем. Это будет их мотивировать, это будет их поддерживать. Это здорово. Здесь поддержка именно наших маленьких жителей. Я видел ребят, солдат, офицеров, когда они читали наши письма. И это дорогого стоит. После линейки для ребят начался урок мужества. Два депутаты направили помощь в централизованный сборочный пункт. В Ленинском округе стартовал месяц доброты и щедрости. В масштабной благотворительной акции участвуют представительницы местного отделения Союза женщин России. На одном из мероприятий побывала наша съемочная группа. Многие считают, что перемены в жизни начинаются с новой прически. Направить вектор судьбы в лучшую сторону многодетным мамам и супругам мобилизованных помогли в одном из видновских салонов красоты. Где прошло благотворительное мероприятие в рамках месяца доброты и щедрости. Акция организована местным отделением Союза женщин России. Участвуют в общей сложности 11 семей. Если умножить количество семей, а это многодетные, причем многодетные там разные, и в которых есть творчески одаренные дети, и семьи, в которых может быть не очень хорошее материальное положение. И, соответственно, те родственники, которые остались, мужья их мобилизованные, они участвуют. Мама четверых детей Мария Реутская с удовольствием приняла участие в акции и очень довольна своей новой стрижкой. Мне очень понравилась стрижка, и мне очень понравилось, что именно Наталья ее делала. Я ей хочу сказать огромное спасибо. Она мне не только подстригла, но и дала советы по уходу за волосами, посоветовала лекарства, чтобы мои волосы выглядели более, скажем так, пышными, более ухоженными. В рамках месяца доброты и щедрости в округе пройдет несколько благотворительных акций. Спортивные мероприятия, творческие мастер-классы, психологические консультации и кулинарные занятия. Также местное отделение Союза женщин России организует праздник ко Дню Матери. Наталья Вуслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В минувшие выходные в рамках международного фестиваля конкурса «Примавера» в детской школе искусств поселка «Развилка» на звание лучших претендовали десятки талантливых музыкантов. Артистам аплодировал Дмитрий Книга. В детской школе искусств поселка «Развилка» состоялся международный фестиваль конкурс музыкальных искусств «Примавера». Мероприятие проходит в нашем муниципалитете уже не в первый раз. Организаторов фестиваля с руководством ДШИ связывают давние дружеские отношения. Три раза этот конкурс проходил в стенах этой школы. Вначале это были раздельные конкурсы, народные инструментальные исполнительства и классические инструменты. А в этом году этот конкурс объединен в рамках года народных культур и традиций России. Этот конкурс как раз проводится многожанровым. Организатором конкурса выступил Международный творческий центр «Мирис», направление работы которого – развитие талантов и проведение конкурсов в области исполнительских искусств. Стоит отметить, что директор центра Ирина Рустамова сама человек творческий и занимается созданием эксклюзивных костюмов для кукол. В этот раз мы решили показать участникам конкурса этих кукол как частную коллекцию, просто как украшение, как особенность конкурса. В фестивале «Примавера» могли принять участие как воспитанники областных школ искусств, так и студенты музыкальных вузов вместе со своими преподавателями. Вот такие мероприятия – это, конечно, мощный культурный проект, мне так представляется, потому что мы формируем настоящую, работящую, творческую, талантливую, умную молодежь. И фактически мы закладываем будущее нашей страны. Конкурсанты выступали сразу в двух залах школы – камерном и большом. Оценивали участников профессионалы, обращая внимание не только на технику исполнения, но и эмоциональную составляющую. Сразу хочется заметить эту струнку у человека, когда он выражает какое-то свое отношение к музыке. И вот тут это личностное качество, если оно проявляется, оно, конечно, самое главное. На сцене Развилковской ДШИ выступила выпускница школы искусств поселка Володарского Виктория Круглова. Сейчас девушка учится в музыкальном колледже имени Скрябина. Сегодня я буду играть экспромт Скрябина, сибемоль минорный и токатину Бабаджаняна. Мы готовились с сентября к этому конкурсу, учили новую программу. Так что, надеюсь, сегодня все будет хорошо. Фестиваль проходил в рамках Года культурного наследия народов России. Участники должны были подготовить сразу несколько произведений. Я очень люблю играть на сцене, в принципе, выступать, поэтому для меня это какой-то выброс энергии, можно сказать. Я поделилась залом тем, что я хотела поделиться. По итогам фестиваля лучшие исполнители получили заслуженные награды и грамоты. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Добрый свет. Выставка-ярмарка под таким названием открылась в Центре социального обслуживания «Домодедовский», который раньше был широко известен под названием «Вера». На суд зрителей представлены более 300 работ. Одним из первых оценил уровень мастеров Максим Козлов. Здесь тоже у нас мыло варенье. Началось. И еще начали работать. Видите, новая совершенно техника. Я считаю, что очень такая эксклюзивная, уникальная. Это ватные игрушки. Язык не поворачивается назвать все эти произведения искусства поделками. Многие пришедшие сюда были потрясены, с каким талантом и мастерством выполнены все без исключения работы. Время открытия выставки под названием «Добрый свет» выбрано не случайно. День добра. Действительно, вчера такой прекрасный и добрый праздник был. И сегодня эта выставка посвящена добрым делам, которые можно увидеть на картинах, в работах. Действительно, практически в каждой работе видна внимательность мастера к деталям, увлеченность и любовь к тому, что делаешь. Высокий уровень изделия отметила и заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова, обращаясь к собравшимся. Ну, столько талантливых людей. Просто, видимо, до какого-то периода жизни человек очень занят. Вы там суетой работой, то, что вот съедает это там в душе томившееся чувство таланта. Поэтому то, что сегодня вы друг другу имеете возможность представить, предъявите нам, миру, спасибо огромное. Лариса Владимировна Бодрова с удовольствием демонстрирует свои экспонаты. Говорит, на изготовление некоторых уходит больше месяца ежедневной работы. Вязать она умела с детства, а вот остальным техникам научилась уже здесь, порой даже превозмогая себя. Когда пришла в центр, познакомилась с нашим педагогом, ну, как называют, Татьяна Николаевна, вот она очень многому научила. Вот этой матурикой у меня вообще не получалось, ругалась, да, и плакала. Но в итоге вот, очень нравится, ну, так мы учимы. Вязание, гончарное мастерство, бумага, пластика, рисунки, акварелью и маслом. Перечислить все техники, которыми практически в совершенстве владеют посетители центра «Вера», вряд ли возможно. Есть здесь и традиционное вязание. Теплом мастерицы готовы поделиться и в прямом, и в переносном смысле. Чувствовать спасибо, благодарность бабушкам, которые вяжут, они навязали большое количество пинеточек, шапочек детских, которые в дальнейшем перейдут в видновский премьер-инказин-центр недоношенным деткам. Выставка продлится всего три дня, но после ее окончания планируется, что экспонаты перевезут во дворец культуры «Видное», где она уже будет доступна длительное время. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!